19 января наш регион отпразднует свой 76 день рождения, но этот период условной память о людях, которые жили в дореволюционном Симбирске, жива до сих пор. А дата, когда указом Верховного Совета СССР в 1943 году был образован наш регион, лишь повод, чтобы вспомнить историю нашей малой родины. В связи с подготовкой к празднику губернатор посетил место, где хранятся главные документальные реликвии – областной архив. Празднование 76-й годовщины образования области требует большой подготовки. Этот праздник для региона приоритетный. Всего на территории Ульяновской области в рамках празднования Дня Симбирского Ульяновского края пройдет около 300 мероприятий. Это чествование граждан, это встречи с почетными гражданами Ульяновской области, это награждения, это различные формы в культурной работе, концерты, праздничные, торжественные, выставочные проекты, лекции, беседы. И мероприятия эти будут проходить как в учреждениях, так и на открытых площадках. Кульминацией празднования станет концерт в Большом зале Ленинского мемориала, который начнется в 15.00. Будничная работа над сохранением региональной памяти ведется постоянно. В областном архиве прошло первое заседание редакционной коллегии нового тома «Книги памяти. Треугольники судьбы». Эта книга является сборником писем участников Великой Отечественной войны. Предшествовала очень большая и кропотливая работа, и сейчас редколлегии объединяет под своим крылом архивы, музеи, инициативные группы, советы ветеранов. Всего на данный момент отобрано уже более полутысячи писем. Задача издания не только сохранение памяти о людях-участниках той войны, но и воспитание патриотизма. В работу над ней уже включаются школьники. Я не думаю, что надо какой-то еще дополнительный аргумент в пользу этого проекта говорить, но просто, может быть, еще одна немаловажная составляющая. Приближается ювелирная дата 75-летия победы нашего великого советского народа в Великой Отечественной войне. Это 2020 год. Мы должны с вами достойно к ней приготовиться, и это наш с вами долг. Долг памяти, долг сына перед отцом, внука перед дедом, долг отца перед сыном. Те, кто помнит, должны передать. Те, кто не знает, впитать. Подвиги ульяновцев, свершение симбирян, дела первых поселенцев нашего края должны жить вечно. С наступающим праздником, земляки! Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.